Международный конкурс объединил более ста участников. По словам ангарчан, большинство из них – это эстрадные коллективы. На их фоне наша озорница выглядела самобытно, но тем не менее выигрышно. Сами солистки признались, что за победу пришлось побороться. Мы занимались, старались, но выступление пошло успешно. Нас-то очень порадовало. Ну, они так на нас смотрели, когда мы выступали. Потом он сказал, девчонки, несмотря на всех ваших соперников, вы хорошо выступили. Было очень жарко, все-таки там солнце. Мы слушали выступления остальных участников. По крайней мере, выступили мы хорошо, заняли первое место. Руководитель ансамбля Ольгой Еремеевой удостоена личной награды. Она признана лучшим педагогом творческого коллектива. Ольга Анатольевна считает, что это большая заслуга ее воспитанниц. Наше выступление проходило в центре Орленок. Очень красивое здание, прекрасный зал акустический, деревянная сцена, деревянные ступеньки. Наверху такой зал, который предполагает огромное количество детей. То есть дети и сидят и в зале, и они могут там фаи наверху, и там такие окошечки сделанные, которые из фаи дети могут тоже присутствовать в зале. Ансамбль «Озорница» существует 7 лет. Первое место в международном конкурсе – это очень высокая и значимая победа для коллектива. Много хороших впечатлений девочкам составило не только участие в фестивале, но и отдых на Черном море. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Продолжение следует...